Ночь Мы танцуем в трансе вновь и вновь, Очищая покосные души, В полосах запутался кому Бытия и горестных мышлений, Взрыв и транс больше нет, Все пришло в полнейшее истление. Это пляс моих идей, Это система сублимаций, Это вспышки фонарей, Станет священных трепанаций. Это все, что вижу я у рассыпанного дома, Это свет забытых звезд, Воспылавших снова, Воспылавших снова в душе моей. Вдалеке идут вещания, Это радио эфиры, Между мною и тобою, Все тесным душным серым миром на волнах. Стальной улыбкой Не за счастье улыбнуться, Море драйва, Позитива с головою окунуться, Подобрать, Включить свободы И собрать одним лишь взглядом, Затворить ему не час, От печалей, зла и ядов, И никогда не унывать, Просыпаться свежим бодрым, И творить, 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 Стать поистине свободным, Свободным, свободным Это полет моих идей, Это система сублимаций, Это вспышки фонарей, Танец священных трепанаций, Это все, что вижу я У рассыпанного дома, Это свет забытых звезд, Воспылавших снова, Воспылавших снова в душе моей. Здравствуйте, уважаемые телезрители, Сегодня вы смотрите вновь Программу без фонограммы, И мы пришли в гости К моему давнему соратнику По творчеству, по музыке, Сергей Артемонов. Приветствую всех, Здарова, Игореха, Спасибо, что пришли вы сегодня. Да, давно мы с тобой не виделись, Расскажи, как у тебя вообще с творчеством? Пишешь музыку, занимаешься стихами? Да, это все, собственно говоря, продолжается сейчас. Идет запись еще одного нового альбома, Проекта Донора Тепла, Собственно, Игоря, который уже три года существует. Да, может даже и побольше, Как-то по временным датам Игореха В облаках летающий. Вот, но это сейчас живого, к сожалению, состава нету. Он год назад буквально собирался. Там в чем фишечка вообще Доноров Тепла. Я с панк-роком и вообще с каким-то более-менее тяжелым дрововым направлением Миксовал и миксую академические инструменты. Ну, я, кстати, слышал там скрипка, труба... Скрипка, труба, тромбон, флейта. То есть это все замиксовывалось. Но так вот вышло, что сначала уехал тромбонист в Беларуси. Владик Загитов, ты его, кстати, помнишь. Да. Еще по таким группам, как ТПБ и другие скопашные проекты вообще Екатеринбурга. А скрипач уехал жить в Москву. Там еще появлялись трубачи. То есть буквально людей приглашал там на одну-две песни. Екатеринбургский. Один, кстати, местный наш Русланчик. Он преподаватель в нашей музыкальной школе. Ну и, собственно говоря, как-то вот это как караван, шарай. Люди приходят, уходят. А творчество с тобой остается? Да, и остается. Куда без него. Это уже понимаешь. Как говорил один замечательный русский петербургский поэт. Это уже категорический императив. То, без чего ты уже жить не можешь. Да и, собственно говоря, у людей в 20, наверное, с копейками это все заканчивается. Как ты помнишь, даже наша с тобой тусовка. Но раньше было довольно много народу во всей этой... Кстати, да. Вот если вспомнить нулевые. Вообще нулевые шикарное. Ведь время, Игореха, если вспомнить, что даже 2005-2006, вот эти промежутки времени, когда раскроем тайну мы с тобой. 27 ноября 2007 года поехали на первую репетицию. У нас это было действительно потрясающее время, шикарное. Ну, туда ведь и концерты в Полевском как-то организовывались. Там в клубах, в Натали, в парке всегда была живая музыка. Сейчас как-то это все поугасло. Жаль, жаль. А вот, кстати, насчет этих концертов, это же что, были, по-моему... Там и День города, и возле Азова были, проводились концерты. Да, последний, по-моему, концерт прошел в 2012 году, если я не ошибаюсь. Да, ведь такой это массовый на улице. Точно год не вспомнил, но очень-очень давно. Я помню, что это вся неформальная тусовка там. Мы с тобой этих людей прекрасно знаем, организаторов этих концертов. Но это было настолько действительно самобытно. И там такой глоток свободы. Я считаю, что мы как-то, видимо, пытались, как вот в том же, в Петербурге, там клубы там-там и прочие вот эти культовые все места. У нас, удивительно, в Полевском был этот весь неформальный мейнстрим. Ну, что ж, сегодня у нас есть возможность немножко возродить это все. Дело нашим замечательным концертом. Давай, Серег, следующую песню с удовольствием тебе подыграем на шейке и на бубне. А давай-ка сыгранем с тобой песню «Снег». Она, кстати, как раз удивительно крутится в эфире «Энтеро-ФМ». Я ее слышал в 3 часа ночи на «Рок Арсенале» в Екатеринбурге, еще на некоторых радиостанциях. Снег. Поехали. Венька, покрытая пылью, память угреет листок, Повода нет, к сожалению, сделать последний мазок. Будет готова картина нашей угарной мечты, И на соседних могилах яркие спрянут цветы. Мысли лежат на помойках, с ними в покое совет. Глупые и мерзкие судьбы нам до них дела нет. Пчинься с тобой без оклятки, свет и пленительных звезд. Триста клубика кайпа нам на двоих я принес. Падает снег с крепучим ковром, мягким, пушистым и белым. Этой зимою я стану котом чеширским, уверенным и смелым. Этой зимою мы полетим в места, о которых мечтали. Промолви мое заклинание. Улетаем, промолви мое заклинание. На сердце ты моя скука, печаль да мне мота. Ах, мат, что болезет в голову, ты меня выбирала сама. Отброшу все ошибки и сердцем вон отпущу. Давай забудем былое, а я уйти помогу. Давай забудем былое, а я. Давай забудем былое, а я. Падает снег с крепучим ковром, мягким, пушистым и белым. Этой зимою я стану котом чеширским, уверенным и смелым. Этой зимою мы полетим в места, о которых мечтали. Промолви мое заклинание. Улетаем, промолви мое заклинание. Промолви мое заклинание. Промолви мое заклинание. Да, конечно, лучше это все. Как по-старому. Да, слушать в электрическом исполнении, потому что, ну, сам понимаешь и думаю, наши зрители поймут, что в акустике это все не передать, всю эту магию. Но, кстати, есть же такое выражение, что если песня плохо звучит в акустике, значит, это плохая песня. А, по-моему, эта песня звучит хорошо. Кстати, если я не ошибаюсь, знаю, кто это сказал? Это сказал, по-моему, Пол Стэнли и Джим Симмонс из группы KISS. Сейчас не помню. Точно группа, не славящаяся такая акустикой. KISS, да, мы смотрели, как раз, помню, один мой друг купил на VHS-кассете еще концерт. Помню, мы до дыры засматривали эти все видеокассеты, потому что, ну, что это считай, начало нулевых, там, 2000-е годы, это настолько же еще был дефицит. Дальше даже вот вспомнил, был здоровый фетишизм вообще к музыке. Наш с тобой один общий друг только. Как-то мне рассказывал, он говорит, Серега, я ради того, чтобы там купить кассеты гражданской обороны, говорит, деньги копил. И с училища, говорит, шел пешком туда, в южную часть, чтобы бабки сэкономить. А было же такое, ты вспомнил, это же целая культура, копили там деньги с обедов откуда-то в школах оставались, покупали, друг у друга переписывали, делились всем этим. Да, это был, ну да, это вот хороший здоровый фетишизм к музыке. Вообще же был, по сути дела, у нас информационный вакуум. Я помню, мы с одним своим другом ходили в библиотеку в городскую, чтобы взять в читальный зал эту ленинградскую рок-энциклопедию. И мы сидели, смотрели там название групп, то есть там кто что играет. Ну, все же мы, собственно говоря, начинали там расти на песнях Цоя, там Алисы, ДДТ, Аукцион. Ну, я, кстати, до сих пор это все дело слушаю, ну, вообще сейчас кучу музыки стал слушать последние, наверное, лет пять вообще. Ну, разного жанра, и до сих пор катаюсь на концерты, на живые выступления, потому что, ну, это заряд положительных, хороших эмоций. Вдохновляет написать что-то новое? Что вообще тебя сейчас, вот в нынешнее время вдохновляет на написание, о чем сейчас твои песни? Да, наверное, событий, люди там, окружающий мир. Вообще вдохновение такое, понятие своеобразное, я не знаю даже, как его объяснить. Кто-то вообще считает, что это все чепуха и какая-то уже научное понятие. Ну, как пел Нойз МС, какое там вдохновение просто берешь и фигачишь по струнам. Да, да, да. Ну, наверное, жизнь, события, люди там, вспоминая 2014-2015 год, я в год писал, ну, примерно по 150-200 стихов. Из них сколько получалось песен? А каждый, Игореха, я же делаю универсалки, то есть каждое стихотворение можно переострелить. Нет, можно понятно, а вот из которых ты реально делал песни? Ну, отдельных песен, ну, я тут подсчитывал, вот сейчас, на данный момент, то есть мы уже половину альбома доделали, доноров тепла, ну, открою тайну, он будет называться «Рефлексия крайности». Перед этим был альбом «Новые чеширские мы», вот конкретно с академическими инструментами. Примерно 115, короче, композиций у меня лежит, песен только, отдельных песен, 115 штук, то есть это где-то на 10 альбомов вперед. И я подсчитывал, если вот вообще на сегодняшний день собрать, сколько я написал стихотворений, вообще всего, то около тысячи. В тетрадках хранятся? Тетрадки, телефоны, записные книжки, что-то уже, короче, потеряно, я тебе общую сумму говорю, то есть я жалею, там, вот это вот моя, может быть, лень, матушка, вот, ну, сядь ты, перепиши. А, ну, сам вспомнишь, у нас молодость была бурная, достаточно веселая. Да. Есть что вспомнить. Есть что вспомнить, и, соответственно, мы, ну, были под впечатлением всегда. Да, и вот в телефоне было там около ста стихов, причем хороших, там, тематика «Мастер и Маргарит» и прочего такого, ну, классической литературы. Я просто упал в воду, и телефон сгорел. Ну что ж, творчество иногда гибнет, и классики наши сжигали рукописи. Да, да. Ну, благо, есть другие стихи, поэтому, может быть, следующую песню сыграешь? Да, с удовольствием. А я тебе помогу. А ты мне поможешь. Так, что бы, Игореха, сыграть-то? Давай лирику. Давай лирику? Может быть, волшебные краски? Давай, кстати, потом вот. Я столько лет это все не играл. Ну, это сегодня старые прям песни такие, да? Да, да. Потом к «Конавью» еще немножко вернемся. Ну, давай, да. Волшебными красками пишут, Картины мчится искусство. Скупые века своей красотой уломает Доктрины порыв гениального яркого сна. На линиях тенях заложены души чарующей тайной. Окутан сюжет, и взглядами жадный мир Поедает художника детище. Сказку и свет идут, и неважно, прошедшее время. Бумага не клеит, и холст не гниет. Собратьев искусство поэтов творения, Идучее время никак не убьет. Эти строки, талая вода, С тобою вместе мы в этой безумной тишине. Эти строки, талая вода, С тобою вместе мы волшебные краски. В тебе и во мне, Одиночество достало, Монотонно мчатся дни. Все, что было, вдруг не стало, Я один со мной лишь сны. Вечность, тихо и неловко, Я войду, как в дом родной, На последней остановке, Обретет душа покой. На последней остановке, Обретет душа покой. Эти строки, талая вода, С тобою вместе мы в этой безумной тишине. Эти строки, талая вода, С тобою вместе мы волшебные краски. В тебе и во мне, В волшебные краски. В тебе и во мне, В тебе и во мне. Шуму, шуму. Спасибо, спасибо. Ну это опять же из раннего творчества, да, Всю песню? Да, это... Какой год? Это, наверное, год девятый. Одиннадцать или двенадцать лет песням. А вообще как оцениваешь свои старые песни, Вот теперь в нынешнем состоянии, Вот в нынешнем, так скажем, На нынешнем этапе развития? Ну какие-то, конечно, ну как знаешь, Проба-пера. Все же вообще поэты делятся на ритеров и трансляторов. Ну допустим, Маяковский там был ритером, да, Весь Серебряный век остатки, допустим, Там Блок Есенин, это уже транслятор. То есть ты транслируешь, Ты своего создать особо ничего не можешь. Я транслятор, я не ритер, То есть, ну, Бог обделил меня Фундаментальными какими-то знаниями, Все, что вижу вокруг, это через себя перепускаю, Кстати, это, ну, многие. Что-то было, Игореха, классное, Порой вот так читаешь, Ну, за 2009 год какие-то рукописи эти все перебираешь, Чтобы дальше что-то делать. И поражаешься, Бог ты мой, Как это я там написал столько лет назад. Есть, конечно, откровенная чепуха. У кого ее нет? Да, но в целом, все-таки лучше идти и двигаться вперед, Потому что, ну, с каждым годом ты же меняешься что-то новое, Книжки там читаешь и прочее. Последнее время что-то очень сильно погрузился в чтение, Причем в такое запойное чтение колоссальное. И свой некий у меня метод, Я одновременно читаю три книги. Вот сразу же три книжки. Ну, слушай, как у тебя хватает концентрации на... Ну, нет, я ж никак это там... Нет, я понял, что это не сеанс одновременной игры в шахматы. Да, ну, допустим, там первая половина дня, Допустим, я читаю из последнего опыта прочтение Подсел на Стругацких, перечитываю сейчас Стругацких, братьев. Ну, допустим, там с девяти утра до двенадцати дня Град обреченный Стругацких. После обеда уже там Пол Андерсон, Патруль времени, Книжка, 956 страниц, целая сага. И третья может быть там Мастер и Маргарита. Это вот тут мне сосед подогнал книжку, Вот как-то хотел купить именно Мастера Маргариту. В бумажном варианте. Ну да, в школе еще читал, я помню, это произведение. Тогда просто многого еще было непонятно. Сейчас, наверное, по-другому воспринимается. Да, и вот, ну, в принципе, это не то, что каша в башке, Но интересно, то есть ты с обыдностью там перескакиваешь Из одной фантастики в другую фантастику, Там какой-то реализм, то есть все равно Поэзия Серебряного века всегда, Буквально круглосуточно со мной, То есть там Есенин, Блок, Это все как-то вот неприятно Перечитывать эти строчки, Что-то ты там на память уже начинаешь запоминать. Ну, давайте правде смотреть в глаза. Я в школе учился отвратительно, И мне ничего в одном-то и не хотелось. То есть в школе литературу ты не читал? Нет, это вообще... Да, ты знаешь, Игореха, я у тебя прокручиваю в голове, Ну, дурак, просто вот такой дурак местный, Уральский, там, ходил по крышам, лазил, На велосипеде катался с пацанами, Ну, точно, обычно... В принципе, это все так детство проводили раньше. Да, ну, чтение, чтение, книг... Детство без интернета. Да, детство без интернета, чтение книг, Ну, это просто машинный текст был. Я когда учился в институте на журфаке, Мне вот это тоже... Я вспоминаю, у меня там преподаватель великолепный, Он и сейчас, слава богу, жив, Кубасов Александр Васильевич. Он говорил, удивительно, Зачем в одиннадцатом классе задавать там Бориса Годунова-Пушкина, Александра Сергеевича Пушкина, Произведение Бориса Годунова, да, там. Я, говорит, мне 70-м, сколько-то лет, уж не помню. Он доктор наук. Я, говорит, я до сих пор не понимаю Бориса Годунова. Вообще, пушкинскую литературу, я, говорит, так и не понял до конца. Потому что Пушкин, это, ну, великий был гений. И же в его поэзии много и художественной красоты. Вообще, эту передачу одну смотрел. Пушкина, между прочим, сравнивают с Леонардо да Винчи. Он в своих текстах шифровал многие философские катраты и прочее, прочее. Но в ту пору это была, кстати, нормальная практика. Там же цензура была жесткая. Да, да. Ну, с учетом, да, что Пушкин жил во времена Николая Первого. То есть это такой лютый тоталитаризм вообще к поэту. Сейчас, наверное, пришло время сыграть что-то новое. Да, сейчас сыграю несколько композиций. Вот с нового альбома, который выйдет «Рефлексия крайности». Сыграю песню, называется «Обнимай». Она очень такая уже тоже старенькая. Песня хорошая, чем еще получилось. В свое время, когда писался еще новый Чеширский мы, мы писали, то есть с духовиками, там со скрипачом. Я Андрюхе притащил текст, и он забыл выключить, короче, микрофоны, когда писали. Да, ну то есть вы там импровизировали, кайфовали. Ну мы уже закончили, там запись, не помню, какой композиции. Андрюха не вырубил, по-моему, микрофон. Это все в записи идет у него, то есть. Я говорю, Юрич, а тут песню сочинен. Он такой, давай я под гитару ее просто сыграл. Там еще матершинные слова употребляли, чай пили. То есть, ну вот, и он, о, типа, ништяк, смотри-ка, записалась. Дело случая, да? Да, и все, и она жила сколько-то времени в акустике, в акустической версии. Вот буквально недавно мы ее сделали. Опять же, там тоже прописаны трубы, кстати, на этой песне, тромбоны. И она такая получилась в стиле Guns'n'Roses даже в чем-то. И мы ее играли уже в живым составом, в три инструмента, гитаробаз-барабаны. То есть там Андрюха брал гитару, потом барабанщик Доноров Тепла. Дмитрий Бабинцев, такой замечательный музыкант. Вообще, это групп Доноры Тепла, Караван, Сарай я подсчитал. Человек 15, по-моему, принимал участие, если в сумме брать. Там и Степа, и Вова, ну, наши все с тобой общие знакомые, товарищи. Ну что, ту версию электрическую мы послушаем на альбоме. Да, да. Сейчас та самая акустическая, которая, собственно, и родилась. Да, та самая акустика. Конечно, лучше это слушать все в электричестве, в живом таком исполнении, уже с аккомпанементом и барабанов, и басов, и всего-всего. Ну ладно, погнали. В первосданном виде тоже интересно. Да, да, будем стараться. Обнимай меня скорей под любым предлогом, Я, невинное дитя, сладко пахнул богом, Две луны прекрасных глаз на тебя взирают. Полюби меня таким, дам ключи от рая. Время, ряна, время власти восхваляет вечный воздух вдохновения. Мы летим на крыльях ветра все мирское, да и он без сожаления. Ваши лица бесприметны, наши словно из цветов травы и неба. Время, быстрое река. Время, быстрое река. Вечность мягкая, живи на хрисово тело. В небе звезды облака, будут тебе платы. Исцеляйся и живи столько, сколько надо. И не бойся ничего, вечность неизбежна. Ну, давай же поспеши, скинь свои одежды. Время, ряна, время власти восхваляет вечный воздух вдохновения. Мы летим на крыльях ветра все мирское, да и он без сожаления. Ваши лица бесприметны, наши словно из цветов травы и неба. Время, быстрое река. Время, быстрое река. Вечность мягкий шеви на хрисово тело. В конце не удержался, подыграл. Песня хорошая, лирическая такая. А тебе самому, Сергей, что ближе? Какое-то лирическое настроение души или такое, наоборот, панковское, задорное и мощное? Ну, последнее время, собственно, такое, я называю это, ванильно-черничное минорное состояние. Ну, некогда, наверное, меланхолии, кого-то. Тягомодного звучания. А в целом, такая, что да лучше все разное, чтобы было в жизни человека. Разные жанры. Даже вот и стилистика самого проекта «Доноры тепла». То есть, чтобы все было разное. Вечный эксперимент. Постоянный эксперимент, постоянный поиск. Стремление, то есть, к перфициенте, к чему-то светлому, лучшему и хорошему. Если у них диксы не очень хорошо. Да, вроде нормально. Умные слова. Разное, все лучше, конечно, разное. Делать и продолжать идти дальше. Ну, вообще, насколько я знаю, ты работаешь, в общем-то, практически всю жизнь на Северском трудном заводе. И как вот удается сочетать такое вот, не знаю, творческое нутро в себе и вот такие какие-то рабочую такую специальность? Тяжело? Да, по-разному. Я же, в принципе, уходил. Ведь, сам знаешь, и на радио я поработал, и в сфере телевидения учился на журфаке. Ну, как-то я отгорел, перегорел к этому, ко всему ремеслу. А творческий процесс в плане создания песен, там, музыки. И, кстати, хороший опыт у меня съемок в кино был. И в клипах это вот. Я нашел сейчас хорошее спокойное место, где я могу, собственно говоря, зарабатывать деньги, чтобы содержать более-менее семью и продолжать заниматься любимым делом, потому что мечта у меня есть. И я потихонечку вот такими вот маленькими шажочками настараюсь к этой мечте прийти. Ну, музыка вообще довольно дорогое удовольствие сейчас. К сожалению, да, с курсом доллара, евро и другими моментами, конечно. Это я согласен, это очень дорого сейчас стало. Инструменты и струны, которые мы там покупали за 200 когда-то рублей. Да, даже элементарно ведь ездить на репетиции, это все равно же удобнее в Екатеринбург, потому что, ну, реп-базы там, движуха вся там. А сам понимаешь, прокатиться туда-сюда до Екатеринбурга, ну, как минимум, надо. И уже все мы, в общем-то, семейные люди. Ну, все-таки какие-то крохи пытаешься экономить, копить, чтобы продолжать дальше. Ну, без этого уже, ну, я ведь не я буду, это же будет оболочек. Ну, я же знаю, что даже в свободное какое-то время, там, в перерывах на заводе, стараешься какое-то творчество, какие-то стихи до написать. Да я этого не скрываю, я на работе уже накатал два поэтических сборника. То есть в процессе, вот в этом своем, у меня же там, ну, дежурная работа, мы в воду делаем. Как бы нету там у меня, слава богу, нормы какой-то, да, вот я там. Нормы. Выплавить миллион тонн стали. Да, вода же идет, и хорошо лишь бы все работало. Ну, то есть процесс, производственный объект, производство воды. Ну, по крайней мере, это такое место в лесу, вдохновенное, на возвышенности. Мне там более-менее нравится, пойдет, в принципе. Творческий процесс там можно продолжать. Хотя я в оцинковке его продолжал. Там-то вообще, в общем-то, горячий передел у меня было оцинковальное отделение. Там-то реально... Маковка, заходи. Ну... Папа, поменялись китарой? Да. Ну, это мы ненадолго. Давай, представь нам свою замечательную дочку. Это вот ребятенок Дарья Сергеевна, 6 лет. Даш, скажи, не убегай, не убегай. Скажи... Папа, опять нет. Папа часто на гитаре играет? Скажи. Нравится тебе его музыка? Можешь с нами посидеть, он сейчас нам сыграет еще одну песню. Хочешь послушать? Или лучше пойдешь? Иди, чай пей. Ну, что, Игорь, тогда новый. С нового альбома будет композиция «Рефлексия крайности». Наживаться он, соответственно, будет, я говорил об этом. «Спящие камни». И духи лесные поют и смеются, и мы продолжаем ярко светить тебе. Воплощая святое искусство, смотри, вдалеке зажигают костры. И духи лесные поют и смеются, и мы продолжаем ярко светить в себе. Воплощая святое искусство, тишина разлетится в небо, и пусть они читают порно-журналы. Я подарю тебе это небо. Воплощая святое искусство, тишина разлетится в небо. И мы продолжаем прольяться. Где было темно, там станет светлей. Мы сделаем мир немного добрей, добавим поэзии яркие краски. Нельзя промочить, мы летим без опаски. Настанет момент, и честное слово, нигде и никак не увидишь такого. Настанет момент, и честное слово, нигде и никак не увидишь такого. Тишина разлетится в небо, и пусть они читают порно-журналы. Я подарю тебе это небо, и эти звезды. Я подарю тебе это небо, и эти звезды. И скачет камни. И скачет камни. Еще половину. Сколько у тебя уходит вообще времени на создание одного альбома? В среднем сколько композиций на нем? Так, ну, Новый Чеширский мы, там, по-моему, 15 песен. Ну, все же зависит, во-первых, от материальных сторон, временных. Если бы была возможность мне уходить на студию, так скажем, да, профессиональную, с составом людей, то я бы за месяц ни один альбом мог написать. Потому что, ну, много материалов, разного идей, там, много. Кстати, вот тоже такой момент. Это творческого процесса, допустим, студийного. Нет, ты начинаешь ведь тоже перегорать. То есть, ты, допустим, вчера, ага, там, какую-то нотку там придумал. И надо бы это уже записывать, что-то как-то экспериментировать. А некоторые жизненные обстоятельства тебе не позволяют этого делать. И вот это вот куда-то улетучивается, и ты уже приходишь и понимаешь, блин, вот этого драйва, ажиотажа уже нет. Да и звучит уже как-то не так. Да, конечно. Так же, как пробуя там восстанавливать какие-то утерянные стихи, ну, на тот момент это было настолько, вот, допустим, момент создания стиха эмоционально, что ты это уже так уже не напишешь, так уже не сделать, потому что, ну, и годы где-то пролетели, и эмоций этой нет. Здесь и сейчас надо пытаться это успевать, успевать. Ну, опять же, в творческом эксперименте, в творческом процессе, в принципе, бывает, оно еще и лучше получается. И слава богу, что ты где-то что-то забыл, потому что родится что-то новое. По-моему, Дима Порубов из «Психея» говорил, типа, вообще плевать, я могу сейчас все это, новые композиции, просто сжечь и забыть о них. Если ты действительно творческий, талантливый человек, что этим так вот, ну, сильно прям трястись над этим? Если ты в натуре поэт, то ты напишешь. А если ты посредственность, ну, смысл тогда шлаковать, и так уже зашлакованный мир со страшной силой. Ну, ключевую фразу сейчас ты сказал, по моему мнению, здесь и сейчас. По-моему, здесь и сейчас у нас получился хороший домашний квартирник, такой назовем вот это так. Поэтому время нашей программы уже подходит к концу. Это была программа без фонограммы. Мы сегодня были в гостях у Сергея Артамонова. Он поделился с нами своим замечательным творчеством, исключительно живой звук, исключительно свое творчество, музыка, слова. Получилось, по-моему, здорово. Спасибо, что пришли, пасибочки. Ну и бонусом, наверное, сегодня сыграем сейчас с тобой вместе одну нашу старую песню из нашего давно забытого проекта «Маринер», а может быть и кем-то еще не забытого. Классное время было, чем мы просуществовали почти 6 лет. А вспомнишь, сколько было даже шикарных именно поездок даже по областям. Ну, выбирались даже не только в области. Ну, мы самое далекое, помнишь, уехали что-то километров, получается, в одну точку-то 700, там, ЗЗ, на границу. На границу с Казахстаном, по-моему. Нет, с Башкирией, с Башкирией. Это был рок-фестиваль «Крылья свободы» в Карталах. И, кстати, и народу было много, и мы же ездили не одни, а еще с нашими тогда коллегами «Танк» переехал в Боярского. Но они по-прежнему, кстати. Где я имел удовольствие играть сезон бас-гитаристом. Кстати, это вот такой хороший был дикий опыт. Да вообще классная поездка, помнишь, мы еще в Аркаим первый раз поехали. Да, тоже потрясающее место. Ну, в этом и есть какой-то свой кайф, когда путешествуешь, выступаешь. Да, а я с ними вспоминаю, что я в Перим, по-моему, гонял, еще куда. Нет, это классно. Вот опять же, нулевые к нам и приходят. Это все период, собственно, с 2007 по 2012 год. Самые вот эти, ну, пять ярких лет вообще в творчестве. Вообще жизнь, ну, слава богу, она давала такие, ну, как помнишь, песня была «Моменты счастья». Была одна из самых первых, наверное. Которую мы записали. Да, да. Кстати, вот ты пойдешь еще снимать нашего когда-то, самого первого барабанщика группы «Маринер». Антон Подкорытов, конечно. Антон Подкорытов, он нашел тут нарывы записи нашей первой репетиции. Это 2007 год, 27 ноября, когда мы поехали. Ну, если он найдет, мы обязательно вставим за кадром. Хорошо бы, посмотрели. Фрагмент с этой репетиции. Ну что, давай сыграем уже нашу песню. Анонсируй твоего сочинения. «Огонечки» даже мы будем играть. Та песня, которая… Мы называли ее «Огонечки» и тебе, каких только названий. Тебе, да. Но она, кстати, одна из первых, ведь пошла на радиостанцию еще, на «Радио Друг» она уходила. Что-то я вам носил, по-моему, даже брали «Авторадио», «Интеро». Да что говорить, давай сыграем. Давай, вот я тебе отдаю твой инструмент. Спасибо, что ты сегодня привез свою лошадку красивую. Подожди, «Авторадио» это же «Америка», ведь, да? Ну, по сути, американская компания. У меня и пошечка пыленькая. Сейчас мы их сочетаем. «Огонечки» сыграем с тобой. Раз, два, три, четыре. Угляма нарисую Невнятные реки таинственной краски Спрошу ночи Движанием ловким, не ведая страха, не ведая воли Зашкутят свечи Тебе, огонечек, и мне, огонечек А вместе так смело Горят огоньки хотя бы минуту Но лучше б, огонечек, побыть Постояльцем прекрасной весны Играй, играй Опять облом лучик света И вновь я в комнате прожу Опять средь бури Ночком метой На ваши судьбы Погляжу, зима Идет своей усвитой Наступает Холода, душа моя Опять разбита И млея Серая тоска Но тебе Огонечек, и мне, огонечек А вместе так смело Горят огоньки Хотя бы минуту Но лучше б, денечек, побыть Постояльцем прекрасной весны И тебе Огонечек, и мне, огонечек А вместе так смело Горят огоньки Хотя бы минуту Но лучше б, денечек, побыть Постояльцем прекрасной весны Стоит поземка Тихо-тихо Снежинки Падают у ног На ухо непонятно Шепчет дыхой Январский вечер Ураг залетел Паями Палюсами Лечу Просторы Велики Но как же Все же Одиноко В огромной Матушке Руси Но тебе Огонечек, и мне, огонечек А вместе так смело Горят огоньки Хотя бы минуту Но лучше б, денечек, побыть Постояльцем прекрасной весны Играй, играй Спасибо, спасибо большое, что пришли Мира всем добра, уба, покоя Здорово Ура Спасибо Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова